тюмень жемчужина сибири коньковый круг частности это круг b 375 километра сейчас также будет проходить по нему и эстафета коньковую часть но там будет круг стрелять два с половиной хотя это один круг просто со срезкой сейчас находимся с вами на мосту всю идет подготовка к спринтерским эстафетам который состоится завтра они будут проходить по тому же кругу что и спринт так что вы можете посмотреть видео предыдущие так поехали первому подъему он пологий ты его можно без особых усилий одновременным одношажным ходом но вся дистанция в отличие от классической имеет очень серьезный перепад высот и спортсменам негде уже будет применять одновременно одношажный и приходится везде будет идти ходом применяемым на крутых участках дистанции и так продолжим съемку уже конце этого подъема вершина подъема здесь проходит спринтерский круг и мы уходим на спуск 1 коротенький очень быстро здесь пункт питания находится на коньковой части дистанции рядом находит проходит классическая часть и там пункт питания тем самым позволяя командам не бегать по трассе не нарушать правила а спокойно перейти и кормить своих участников уже на второй части конки подходим подъема чтобы вам было лучше видно сейчас я покажу насколько подъем какой-то затяжной круг а круг б табличка указывается а пластический б коньковый и съемку продолжим уже наверху середина второго подъема вот мы зашли его и начинается выход там уже виднеется телевизионная тумба которой ведется съемка пожалуй возле нее еще на несколько секунд останавлився еще 300 метров трассы пройдено вот она эта тумба а выход из подъема все не кончается в этом месте сливается коньковый классический круг ширина трассы как уже говорил практически в этом месте достигает 20 метров если посмотреть чуточку правее здесь идет пересечения также с коньковым кругом там мы остановимся уже чтобы показать относительно той позиции эту и вот уже вдали виднеется место разветвления коньковой классической дистанции после этого места продолжим съемку итак вершина второго подъема вот уходит классический круг туда и петелька перед спуском повсюду высажены молодые деревья взамен спиленных так что ущерб стараются нивелировать высаживаю молодую поросль также проложено много туристических трасс на данный момент они огорождены чтобы туда случайно не ушли тренирующиеся итак нам сейчас предстоит довольно быстрый спуск подъем петелька сделано чтобы спортсмены могли разобраться перед спуском дабы избежать каких-либо столкновений итак итак прямо уходит круг два с половиной километра но нас с вами интересует 375 два с половиной я покажу это место когда будем его проезжать небольшой спортсмены прогибают дабы погасить скорость перед подъемом немножко выстроиться отдышаться и приготовиться очередному испытанию также мы сейчас с вами выезжаем на этот спуск которого только что спускались они проходят рядом но самому соперники отстающие могут всегда видеть лидеров могут рассчитывать свои силы дабы догнать наоборот не отстать ну а лидеры в свою очередь знают положение на трассе своими глазами видят а это лучше чем по сказке тренеров кто и насколько отстает от себя продолжим съемку метров через 200 очередные 200 метров прошли вот Тизен Тумба как ориентир который вы видели и начинается более крутая часть подъема как раз мы увидим к тому месту которое проходили несколько минут назад где вам показалось что мы остановимся и посмотрим его ну а пока вы поняли где-то какой-то подъем находится а еще одна телевизионная тумба и мы уже продолжим съемку на вершине подъема возле следующего подъем преодолен все на вершине него вот это тумба вот место где я показывал что мы будем проезжать и очередной спуск даже отмеченный знаком опасно но ничего съемку мы не и быстрый спуск и перед нами такой же подъем на скорости его можно вылететь не останавливаясь на той скорости которую получили со спуска но поскольку ведем съемку мы продолжим на вершине подъема подъем преодолен и начинается следующий спуск трасса как всегда прекрасно подготовлена сегодня сегодня нас погода радует солнцем так что весеннее солнышко позволяет нам даже не чуточку позагорать даже тренируясь на лыжах мы подходим с вами к месту где круг два с половиной километра срезает вот эту петлю которую мы сейчас проезжали я вам сейчас укажу на это место и последняя отсечка перед финишем именно здесь все спортсмены учащихся в персюте и предпринимали свои попытки оторваться от соперников как Юлия Иванова и Максим Валежанин именно здесь все и происходило вот этот спуск быстрый довольно прямой проглядывается до самого начала и отсечка заключительный подъем дистанция 375 км коньковым стилем точнее дистанция 30 но спортсмены бежали по ней 4 раза мужчина и 2 раза женщина продолжим на вершине подъем преодолен и начинается заключительный спуск здесь же мы выходили на эту дистанцию здесь же проходит спринтерский круг в котором будут соревноваться спортсмены и спринтерских эстафетах и уже соревновались в спринте ответвление трассы мосты это круг 5 км туда уходит ну а пока мы выходим на стадион то все и все и и в и и и направо уходит место для передачи эстафеты ну а прям идет финиш круг 3,75 километра на жемчужине Сибири Тюмень, Родина стадион, трибуны яркое-яркое весеннее солнце спасибо за внимание спасибо за внимание